приветик привет всем привет всем привет 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 воздух прекращай воздух ты у меня хороший мальчик или нехороший мальчик ростов меня уничтожил по всем фронтам всем привет матвей и дорогой никаких грустных новостей не будет поэтому если кто-то пришел за грустными новостями или зачем-то супер интересным этого не будет можете одеваться обратно и уходить из моего эфира я хочу поделиться тем что у меня сегодня было сегодня у меня был день спасибо большое спасибо большое я хочу поделиться тем что у меня сегодня было еще женечка дюбина прости меня пожалуйста завтра я крашу волосы я тебя предупреждала что я у тебя спрашивала точнее сможешь ли у меня покрасить или нет вот это им было забито я весь меню один разочек я хочу полностью сменить свой образ черт возьми я записалась месяц назад на окрашивание волос но похоже решение моё меняется и я буду выбирать абсолютно другой цвет волос мы с варварой чуть посоветовались она мне сказала она не сказала что оля у тебя столько смелости так что бери вот этот цвет волоса который мы говорим ладно нас здесь 600 человек я думаю покраситься в рыжий как вам такую измена дюбина я думаю же не мне всего простит короче я вообще месяц назад записалась на окрашивание я хотела покраситься в русы но мы живем один раз и я думаю покраситься в такое он цвета моркови вот прям морковный цвет как вам идея я уже два года вы привыкли ко мне к блондинки за эти два года женечка ты моя счастье любовь ты знаешь что всегда всем говорю что женя лучшая безусловно мастер по волосам ты всегда просто 10 из 10 нам бы вам сотня из тысячи ой тысяча из сотни короче вот второе я сегодня пошла на знакомство с школой со школой музыкальной точнее школой и диджейнга вы знаете что я хочу связать свою жизнь с музыкой к тому же этот поток марафона у меня последний я уверена что будут еще потоки но на данном жизненном этапе это пока последний поток последний поток похудения дальше у меня будет на набор массы когда я сумма поднаберу вот и у меня освобождается некоторое время для моего собственного развития для моего собственного обучения и я хочу поделиться новой все работаем да отлично вот и я начинаю обучение завтрашнего дня мне пришлют договор мы подпишем у меня будет состоять обучение из шести фаз по моему обучение будет проходить около семи восьми месяцев я сейчас плотно хочу заняться своей жизнью своей мечтой я очень много времени отдавала себя людям отдавала себя отдавала себя отдавала себя вот и сейчас я просто хочу заняться собой я хочу заняться тем что меня успокаивает меня успокаивает музыка и хочу копаться в своей голове накопаться в своей голове в спокойном здравии чтобы не было никаких внешних раздражающих факторов виде сломанный get курс мой либо ладно пока все не буду говорить вот но хочу хочу заниматься собой хочу заниматься своей головой хочу заниматься своим делом посмотрим через сколько я вернусь с марафоном как долго как быстро я сорвусь и мне не хватит не хватит сил продолжать без девчонок потому что я не знаю вот я недавно позавчера первую онлайн тренировку провела сейчас ожирочек свой обратно запихну ростовский вот и мне прям так легче стало на душе я всю неделю в ростове я прям умирала мне было очень очень не очень от того что этом так деградирую быстро вот а сюда приехала сразу у меня девчонки поговорили по видео с кем-то с кем-то в эфире кого-то увидела на тренировке в общем очень круто наполнилась и можете прикрепить карту оля давайте я завтра иду воздуху чистить зубы знаете сколько это стоит в клинике угадайте это пиздейшин ребята стоит это около семи тысяч рублей представляете так что давайте кто хочет поучаствовать я не получила доступ напиши пожалуйста в поддержку или нет напиши мне в директ и я тебе напишу telegram ты туда напишешь мы решим этот вопрос вот номер моей карты вы можете скинуть завтра на ваши деньги почищу воздуху зубы я за 7к могу похавать вкусно за 7000 я тоже могу очень вкусно покушать но в общем у воздуха воняет изо рта и это все последствия то что за ним не ухаживали не ухаживали никогда ему не чистили зубки поэтому нужно почистить сначала в клинике а потом мы будем чистить ему самостоятельно вот я не совсем понимала как это и что это как вот как нужно поступить мне никогда не было собаки у меня был котик в детстве и все все оставшееся время я находилась без домашних животных я не совсем понимаю как нужно обращаться с ними еще мы скоро его отдадим отдадим в детский дом он нам надоел он безобразно себя ведет детский дом уже давно по нему плачет к сожалению он не ребенок поэтому отдадим мы ему на передержку с дрессировками он нас очень агрессивный парень я например без ваших марафонов 25 скинула все в голове а безусловно все в голове но очень многим людям нужна поддержка многим людям нужна инструкция я в свое время тоже скинула почти 20 килограмм но это все было очень долго я скидывала двадцатку месяцев 6 наверное я могла скинуть за три не нужно пожалуйста мне задавать вопросы про крис вы же видите что я не отвечаю на этот вопрос да я сказала я сюда зашла поделиться со всем другим как это доступов нет а ну быстренько ой спасибо большое алена ч спасибо большое если нет доступа напишите в директ и я напишу наверное выставлю в stories контакт telegram куда вы можете написать по поводу доступов но доступа все были разосланы и проверьте почту спам анонимные сообщения блокированные сообщения спасибо большое спасибо большое все воздух будет благоухать и не понять варвара к спасибо большое вот и мы воздуха отдаем в итоге на придержку с дрессировкой потому что у нас очень агрессивный он кидается на людей при том что дома команды он знает он знает команду лежать сидеть ко мне дома он управляемый дома он послушный мальчик дома он очень ласковый но как только находятся посторонние люди дома не варвара варвару он тоже обожает носик нам приходит хозяин квартиры например за платой арендной воздух кидается сразу на него на мужиков он сразу кидается ему и яйца пытается откусить их поэтому воздуха мы 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 будем другим способом воспитывать отдадим отдадим его в правильные руки крис полюбила парня до если ой спасибо большое все воздуха будут чистые зубки завтра точно без ваших денег конечно у него тоже будет чистые зубки но с вашей помощью мне приятнее безусловно крутая маска как ее найти это хрен его знает я первая попавшаяся надела я просто после пробежки выгляжу не айс мне надо что-то что разгладит мою кожу и цвет лица воздух гроза да он начинает гавкать на улице я сразу же говорю мы держим район в страхе чтобы к нам сюда никто не стунулся вы все не переживайте мы с воздухом охраняем район варвара з спасибо сколько у меня варвар интересно ничего себе оля какая твоя первая тату ой спасибо большое спасибо огромное так давно карту не выставляла приятно-то спасибо спасибо большое спасибо за теплые слова спасибо большое вот это моя первая татуировка колечко я помню хотела чтоб крис набила мне это кольцо но она сказала что я не не буду этого делать потому что это твоя первая татуировка я вот это вот сейчас навожу тут всяких линий что ты будешь куда спасибо большое спасибо девочки оля ты бы хотела побывать беларуси жанна а жанет спасибо дорогая я скорее всего полечу в минск и у меня там есть любовь она из моего марафона безумно светлый человечек тоже она рыжая кстати и она стрелец вот хочется повидаться с ней увидеться познакомиться поэтому возможно съезжу туда слетаю а сколько у тебя всего тату ой любовь ты тут я не знаю как считать татуировки тут как отдельная каждая буква до символ можно считать можно ее как цельную считать можно полностью вот это все считать цельной татуировкой потому что набивала за один раз а можно месяц иероглифы читать отдельно поэтому я не знаю а на м сеньки вот рука забита полностью и шея все а и вот здесь честно я иногда забываю где у меня татуировки скоро буду забивать ногу левую я стрелец у меня рыжие волосы да еще и с веснушками везунчик я бы хотела родиться с рыжими волосами танюшка чертовка у меня собака тоже кидалась на мужиков он дворняжка он очень добрый был к моменту когда его ударила женщина вот моего мальчика тоже на улице избили выстрелили в него я так полагаю что это был мужик спасибо большое спасибо за донат и вот после этого он не любит мужиков то есть к женщинам он нормально но есть все равно агрессия когда его уже несет во все стороны есть но вообще в основном девчонкам он нормально оля почему не было на день рождения даши громова я была в ростове задержалась пропустила один автобус не по своей ошибке потом 2 автобус по своей ошибке и к сожалению не удалось быть на день рождения дашки какая самая любимая татуировка на любимая на лице вот на лице и на ухе сдельная татуировка никогда даже мне кажется не буду они жалеть есть татуировки которых я жалела несколько раз потом обратно не жалела алена п спасибо и бывают моменты когда полностью все хочу свести к ебаной матери но потом я смотрю на себя и понимаю что мне же это все идет татуировки у меня эстетичные потом я пишу своему менеджеру говорю давай искать кого-то кто сведет мне все эти татуировки мне мой начали то ли это ебанутая иди посмотри в зеркало на тебе они все шикарно эстетично выглядят я говорю да потом через несколько месяцев я опять я это напишу она мне скажет опять что на мне все прекрасно выглядит ты директ отвечаешь я читаю директ но отвечаю не всегда потому что если буду всем отвечать я очень много на это время не буду тратить поэтому если пишите мне добрые теплые слова знайте я читаю вижу и мне безумно приятно а ты любишь мужиков выше что это так пристала анкопов а ты любишь мужика если любишь прекрасно не любишь тоже хорошо самое главное себя любить знаете все остальное ерунда она мука привет родной покеш маник у меня маник стиркой серебристый и он сошел у меня стирка содралась очень тебя люблю спасибо большое хочешь еще татуировки да я буду полностью левую ногу забивать полным цельным рисунком вот а в остальном вот здесь я специально пустое место оставила чтобы писать имена своих деток скорее всего мелкие татушки еще будут где-то тоже второе ухо и по-любому забью здесь на подбородке надо просто еще до вынашивать эту мысль чтобы на подбородке сделать но скорее всего там тоже будет да мне тоже они нравятся мне вот единственное вот это хотела свести потому что она сильно черная вот сам рисунок мне нравится все нравится когда с длинными ногтями ни единой мысли не возникает свести потому что эстетично очень выглядит так и вот она как продолжение прям вероника б спасибо большое сообщение воздуху на чистку спасибо огромное вот но я вот не люблю эту руку когда совсем под ноль ногти мне кажется идеальное дополнение к татуировке длинные ногти поэтому я в этот раз здесь делала маленькие ноготочки коротенькие как бы здесь да не требуется никакого продолжения а здесь идут четкие линии поэтому хочется чтобы они были длиннее но я так считаю с кем из пацанов других сезонов общаешься я общаюсь с захаровой саминой с лизой с белой с костей с бурой зариной смешко соусол если где-то пересекаемся туда то вроде и все ой спасибо татьяна п спасибо огромное все кто хочет кинуть еще донат две минуты прикрепли на карту потом ее уберу спасибо большое от кого цветочки от девочки от какой-то меня нато скинула ее контакт я написала поблагодарила ее бмв или мерседес конечно бмв конечно же не ну опять же если мерседес уже ты дошел до такого уровня что у тебя личный водитель тогда мерседес потому что мерседес это для пассажиров а если самой сесть за руль то конечно это бмв спасибо большое тиньков кто-то шлет мне новую фамилия имя не отображается к сожалению привет скороканды никогда не забуду ваши фанки тут и вам а горохова с гороховой но мы не общаемся но если где-то пересекаемся где у нас лариса то естественно мы здороваемся общаемся никакого негатива мы друг другу не держим шею тоже тату или что-то написал не понимаю вопроса базар вокзал бмв машина а уж да это я скидывала тебе из тиньков спасибо большое екатерина спасибо большое 20 килограмм сбросил эти очень спасибо большое рита спасибо а виолетта ну если мы где-то пересечемся безусловно с виолеттой мы будем общаться но так мы не переписываемся никуда вместе не ходим поэтому как то так просто с кристиной там захаровой с аминой с лизой и мы почти все время на связи смеемся с чего-то ой спасибо большое юленькая спасибо огромное очень мило а этому на мою карту даже старую кидают представляешь кнопка на пальцы не стерлась стерлась все убираю карту спасибо больше ого это что за такой донат нихуя себе спасибо большое я прям ошарашена это кто мне скинул столько спасибо огромное спасибо большое смазайте очень приятно будешь кнопку перебивать да я эту руку буду еще коррекцию делать здесь просто маленькие буквы поэтому здесь необходимы коррекции две семерки тоже нужны коррекции будем еще делать пробивать сюда так свет ужасно стал падать странно сколько скинули 3000 рублей не скинули приятно очень приятно всем интересно посмотрите на них блин маму ка тебя никто никогда не перебьет никогда а что значит две семерки две семерки это у меня в натальной карте есть две семерки это редкость и означает хорошую интуицию интуиция правда у меня отличная ого на пол челюсти хватит точно точно воздуху пол челюсти починим почистим как-то рано поживает у нее все хорошо в августе будет в москве мы с ней увидимся оля когда брекеты когда закончится мой мотивационный лист но все-таки это будут не брекеты это будут и лайнеры я разговаривала с блюнкиным с моим стоматологом и моим зубам лучшие лайнеры мне брекеты просто в конечном итоге выйдут дороже то есть у меня и лайнеры выходят под ключ триста семьдесят тысяч по моему и плюс после того как я поношу и лайнера мне необходимо будет менять полностью свои керамические накладки и каждая штук тысяч по 30 выходит у меня итого шесть сто восемьдесят тысяч сто восемьдесят плюс триста семьдесят короче дохуя выходит вот с брекетами у меня еще больше будет главников у меня накладки могут отвалиться при ношении брекет и их возможно некуда будет зацепить потому что у меня накладка на пол зуба идет и это будет более проблематично вы с роней перестали общаться да с роней мы не общаемся хотя я довольно хорошо к ней относилась некоторое и и поведение непонятно в казахстане мы чуть-чуть повздорили хотя потом вроде бы пообщались но видимо друг друга так и не поняли потом я увидела что она от меня отписалась в инстаграме я от нее отписалась тоже оплатим тебе зубы ну давайте давайте сколько 600 тысяч будем собирать на брекеты давайте ольга скажите почему с ларисы раздельно поехали с ростова лариса уже спешила к не они не помню помню так долго еще не расставались лариса уже сказал все мне плевать я даже на плацкарте к ней поеду и поехала и вот тогда на плацкарту это один билет оставался я поехала просто на следующем поезде с ларисе да у нас все хорошо ничего не меняется все стабильно и думаю так будет продолжаться до конца наших дней оля ты вроде как в девятый сезон своего ребенка хотела отправить детей нету кого отправлять да и слава богу я дам достойное воспитание своим деткам и на пацанке им не придется идти а почему решила набить на плече девушку в кимоно это лариса у меня лариса женственная но сильная поэтому она у меня в кимоно в виде гейши но при этом при всем у нее катана в руках потому что она вооружена я ее катана я уничтожил за нее мы твои дети точно вы мои детки на пацанке вас отправлять не буду ловить там нечего нет безусловно безусловно если человек идет с определенной туда целью он ее заберет оттуда но мне очень жаль что почти никто из девчонок не продолжает заниматься своей жизнью очень много девчонок забивают на себя в конечном итоге ими никто не занимается и все и они продолжают свой прошлый образ жизни очень печально все спасибо большое всем за донаты у воздуха будет чистые зубки карту я убрала я тебя старше ты мой ребенок видела вчера стрим крис смотрели пацанок нет стримы я не смотрю ничьи вообще иногда когда вот кто-то прям в онлайне сидит и у меня выскочит что кто-то прям в эфире я могу заскочить и к своим девчонкам кто у меня фан аккаунт и видео тоже могу заскочить ну прям целенаправленно стримы обычно я не смотрю почему на . даша к ширина маша тихая крис ты кира изменились же я не могу сказать что я изменилась я ну безусловно я выросла но в силу возраста да я же расту там я пришла на проект мне было 24 года сейчас мне почти 27 уже я расту меняются взгляды меняется мировоззрение меняется отношение к жизни безусловно я бросила употреблять и это сильно сподвигло меня к развитию ну просто не знаю я не вижу изменений во многих девчонках точнее почти во всех есть девчонки кому очень сильно помог проект это вот те девочки которых прям вырвали из контекста их окружения и кинули в проект они вышли и остались в москве и перестали просто употреблять самая основная проблема у девочек которые употребляют потому что когда ты употребляешь у тебя нет развития у тебя всего одна проблема что ты употребляешь если у тебя дохуя проблем начни употреблять у тебя будет всего одна проблема ты употребляешь а ты в ростове танцевала еще на тачке то танцевала и в этом я ничего плохого не вижу то есть я сейчас могу вставить на капот машины и станцевать но на тот момент у меня были мысли я уже видела что проект меня мы получается я посмотрела тогда первую серию сколько же серии тогда увидела на неделю преображения три серии по моему и все я уже понимала что нас ларисы проект сравнивает проекту по шоу как бы удобно показать нас разных сторон поэтому я сказала я сама себе сказала хорошо показали меня хуёво я буду еще хуже вот и выдала там коры хотела еще пару моментов сделать но уже не стала это не было постановой хотя много кто говорил что это постанова что меня попросили ли так-то раз провоцировать ларису нет это постанова я сама залезла на капот машины и станцевала приходи бить татуировки руру . тату тату татуировки я люблю сколько вопросов про татуировки мы сегодня поехали с директором диджей школы в которой буду обучаться напомню в поместье там очень красивая локация красивый ресторан с летней верандой я там поела тартар из лосося невероятно вкусный там такая лошадиная порция этого тартара вот я прошлась прям по всем пляжам и с татуировками людей почти не было я так удивилась на меня все так оборачивались мне как будто бы в ростов приехала потому что когда я приехала в ростов-на-дону недавно на меня прям в оборачивались люди типа она вся забита я слышала как они говорят про меня немного не привыкла к этому опиши свой идеальный день я проснулась часов 5 утра сразу же сходу пошла побегала час за этот час я пробежала 12 километров давайте так уже бьем рекорды это же идеальный день давайте ладно 13 километров за час потом пришла домой скупалась меня встретил мой личный визажист сделал мне красивый макияж укладку потом я поехала в какое-то красивое место в лесу в лесу как красивое озеро чистое чистое там нет насекомых не знаю почему на это идеальный день я хочу чтобы он был без насекомых без комаров и прочей херни я приезжаю на свою личную вечеринку которую я организовала она будет идти это фестиваль фестиваль в лесу я с перьями в волосах у меня костюм из перьев вязаный очень необычный какой-то эпатажный какая-то маска на лице и я стою за пульт и играю диджейский сет который написала сама а люди которые пришли они все меня знают они все добрые искренне они знают чего хотят и слушают мою музыку слушают танцуют мою музыку а потом подходят и благодарят меня за этот сет вот так хочу детей нет в идеальном дне ну попросили один вот если бы мой последний день в жизни был бы вот таким я бы была бы счастлива ну ладно весь день конечно не надо тогда музыку играть можно еще чем-то заняться можно поехать на природу шампиньонов и и смотреть на красивый закат классно мне нравится в этом году планируемся в таиланд планируем планируем я хочу в таиланд очень не хочешь вернуть штангу в губу штанга мне не нравится в губе мне кажется мне она не идет а кольцо мне нравилось но у меня деформировалась губа поэтому поэтому нельзя носить я хочу восстановить губу немного вернуть объема форму давайте вы еще раз видеть зададите вопрос про обручальное кольцо я вам не отвечу на этот вопрос и мы вас всех заблокируем давайте классная придумала тоже идеальный день оля маникюр выдержал ростов выдержал не то слово как восстановить режим просыпаюсь после обеда это весь марафон посплю очень просто можно не поспать сутки и заснуть часов 8 вечера еще вариант если ты вдруг проснулась опять в два в три часа дня первое что сделает поешь всего один раз за день как только проснулась остальное время останется голодный уляк спать голодный перед сном выпей литра полтора воды и ты утром сам у тебя организм сам проснется того что тебе нужно пойти в туалет ты пока дойдешь до туалета пока сделаешь свои дела зубки почистишь ты уже и проснулась классно классно ответ же не сложно людям интересно я понимаю что людям интересно я и так как бы всегда открыта максимально с аудиторией почти все всегда у меня на виду но есть такие вещи иногда которые не всегда хочется говорить либо есть вещи в которых ты не уверен вот если ты с кем-то общаешься же с человеком да но ты не уверен в чем-то ты же не будешь утверждать да это либо говорить о чем-то есть вещи иногда про которые хочется промолчать и особенно если касается личной жизни касается не только тебя но еще и другого человека то можно и промолчать правильно спасибо девочки за теплые слова спасибо большое ты изменяла или тебе мне изменяли точно и я однажды изменила мир такой интересный ростов тебя очень поменял не знаю не знаю ты ревновала хоть раз жизни нет походу крис с кем-то интрижка была вот вы умники мы спасибо спасибо как научиться не ревновать я я не знаю не знаю как ответить на этот вопрос потому что я никогда не испытывала это его чувство я никогда не испытывала чувство ревности мне кажется но создается когда вам врут может быть не знаю когда я сегодня разговаривала с женщиной с директором диджей школы она взрослая я не спрашивала сколько и лет она отлично выглядит но мы понимаем что это не 20-летняя девочка я доверяю женщинам с опытом доверяю в разговоре особенно когда у человека поставлена грамотно речка у человека который добился каких-то результатов до видимых который разбирается в психологии вот и мы с ней говорили тоже чувствах и она говорит исходила когда-нибудь с ума прямо от кого-то и я наверно нет и мне так интересно почему да вот о файк привет почему-то мне никогда не сходила с ума там как я буду без него как я буду без неё вы что если вот единственный момент вот с крис мы когда расстаёмся мне действительно пиздец как больно и она сказала что люди не сходят с ума от любви они не сходят от нее с ума для меня любовь это понятие какое-то здоровое здоровое взаимоотношение то есть для меня любовь это не чувство не чувство которое ты испытываешь точнее есть чувство который прилагается к любви на любовь это немного про другое любовь это тогда когда ты понимаешь человека когда ты его принимаешь с и со всеми его косяками когда ты не ебешь ему голову за все эти косяки когда вы слышите друг друга когда тебе хочется когда тебя твой любимый человек мотивирует и ты хочешь дотянуться до него. Это бесконечные перегонки, но добрые перегонки. То есть ты должен понимать, что ты должен соответствовать своему партнеру в спорте, в деле, в бизнесе и так далее, в развитии, в духовности, финансово. Это здорово, когда два человека поддерживают друг друга и пытаются постоянно дотянуться друг для друга, потому что думают, что так. У меня пора быстро братья в руки и догонять своего партнера. Для меня вот эта любовь, от которой сходят с ума, вот Виолетта мне сказала, это тогда, когда тебе создаёт человек ложное представление о своей личности, когда тебе упаковывают, грубо говоря, как мужики любят почесать, вот, блядь, да я вот такой, я вот такой классный, я вот такой богатый, да я вообще никогда в жизни не любил, ну ты моя принцесса, там пиздец, я тебя, я тебе, я всё сделаю, всё обещаю. Вот, когда человек создаёт какое-то ложное представление о себе, подкрепляет, например, это какими-то действиями, небольшими, да, у женщины складывается вот это ложное представление, а потом оно начинает потихонечку рушиться. Вот здесь человек сходит с ума от любви, получается, но на самом деле не от любви, а от ложного представления о человеке. либо если человек начинает манипулировать, начинает создавать искусственные эмоции, расставаться с какими-то грязными словами, использовать в диалогах то, что может сильнее всего тебя ранить, а потом через какое-то время небольшое он, мол, извиняется за все свои слова и говорит, что вовсе не это хотел сказать, а у человека это откладывается, это на подсознание, и тогда человек начинает сходить с ума от любви. Но на самом деле это просто абьюз и эмоциональные качели. То есть есть люди, которые безумно подсаживаются на эмоциональные качели и очень всё это любят, и они называют это безумной страстью и любовью. Но если это так, я не хочу сходить с ума от любви. Мне это не нравится. Это не хочу. Да мне самой интересно иногда порассуждать, потому что я в своё время очень сильно завидовала девчонкам, которые влюблялись до потери пульса, которые не могли расстаться со своим любимым человеком, вот они все вот в этой страсти там кидались драться друг над друга, бросались пощёчинами, словами, потом слезами угнетали друг друга, и вот они сидят, плачут, и вот они так любят друг друга. Я всегда так завидовала этому. То есть мне хотелось прям так сильно полюбить. А потом с возрастом всё, я расту, расту, и понимаю, что у меня такого не происходит, не происходит, и мне уже вот 20, 22, 23, и я уже начала с возрастом понимать, почему такие чувства испытывают люди. невозможно в ровных нормальных отношениях испытывать вот такие прям сильные чувства. А есть люди, которые зависимы от этих чувств. Я вот зависима от эмоциональных качелей в жизни, то есть я обожаю рисковать всё или ничего, я обожаю идти на перекор своим страхам, я люблю бороться свои страхи. Вот я зависима от эмоций, но вне отношений. Я считаю, что отношения это партнёрство больше. Это не про какие-то сумасшедшие эмоции. Я думаю, что отношения это что-то про комфорт, про дом. Пусть это скучно, нудно кому-то, но мне кажется так. Ты любишь кушать? Я больше всего в жизни обожаю есть. Кушать это моё всё. Поэтому мама на массе. Но Брисик до сих пор остался. Американские горки лучше точно я тебе говорю. Блин, я, кстати, боялась очень сильно этих каруселей. И в Питер поехала. Там с Варварой мы были, с Русланой. Я как села на эти американские горки, для меня это вообще был пипец, девочки. А я села, я понимаю, что мне не хочется закрывать глаза, что я руками не вот так вцепилась, а просто вот так сложила ручки на американские горки, мы поднимаемся, я такая вау, как круто, вау, супер, и вот этот бесконечный прилив эмоций. В общем, я перестала бояться так сильно карусель. Почему машина не в гараже? Припаркуйте. А ты куришь? Я иногда курю сигареты, когда выпью венца, или чего покрепче. Я люблю портвейн, не три топора. Хороший портвейн люблю выпить, закурить сигареткой. Иногда кури курилки. Да. В Таиланде можно покурить что-то поинтереснее, потому что там это можно курить. Вот вам. Зиверт отказалась от секса, сказала, что это помогает не стареть. Что об этом думаешь? Не вижу в этом логики. Мне кажется, в молодости надо вдоволь назаниматься сексом, чтобы в старости потом не жалеть о том, что ты потерял годы секса. Как вам такое? Ты ведь говорила на вебинаре, что против курилок. Я против бесконечного курения, когда ты просыпаешься. когда это происходит бесконечно, потому что в курилках есть глицерин. Этот глицерин оседает на легких. Если плотно я курю курилку, неделю условно, у меня начинает кашливать этот глицерин. И это не есть хорошо. Глицерин влияет также на нашу выносливость. Я не буду столько бегать, если я буду бесконечно курить курилки. Но в какое-то время я ходила в туалет, простите уже за такое откровение, только с сигаретой. Потом сигареты я бросила. И вот сейчас я хожу в туалет с курилкой. Ну, еще иногда так просто сяду покурю. Ну, я не знаю, мне курилки может хватить на месяц. То есть у меня гостей нет, которые бесконечно курят на месяц. Да, я думаю, 10 тысяч хватает. Ива курила такая. Короче, раньше, когда только запускала марафон, я переживала, что у меня где-то кто-то увидит с бокалом в клубе либо увидит меня с сигаретой. И поэтому я даже думала перестать заниматься этим. Но потом я поняла, блин, все люди неидеальные. Особенно люди, которые много лет употребляли и пили. У меня было какое-то время, когда я думала, что я никогда не брошу пить, например. Я понимаю, что какие-то мелочи все равно остаются с нами по жизни. Я иногда люблю кленовые пеканы, я их безумно обожаю. Если я еду куда-то в поездку, я ездила в Ростов, я позволяю себе много лишнего в питании. Но при условии того, что когда у меня начинается марафон, я вместе с девочками, я не отклоняюсь ни от чего, также соблюдаю все правила. Но мы все должны выдыхать, мы все должны отдыхать. Я против фанатизма, чтобы фанатично отказаться от всего всего на свете. От чего тогда получать удовольствие? Бесконечно от одних и тех же действий невозможно получать удовольствие, поэтому нужно чередовать. Осадово, я помню про кленовые пеканы. Ну, жесткие ограничения развивают РПП, в целом лучше позволять себе все, но с умом. РПП, наверное, развивают еще больше незнания, то есть, когда человек не углублялся столь в правильное питание, что это такое, что можно себе позволять и начинает прям отказываться от всего, безусловно, отсюда и РПП идет. Нужно всему узнать меру. Оль, скажи, как ты относишься к учителям, которые не той ориентации? Просто меня за это очень сильно хейтят, твоя поддержка нужна мне очень. Учителя не той ориентации? Я никогда не встречала учителей не той ориентации. Не знаю. Мне кажется, ориентация делаю личное человека. Понятно, что неуместно сейчас взять и сосаться на улице девочка с девочкой, особенно пацан с пацаном. Была в Новочеркасске. Я в Новочеркасске родилась. Это мой родной город. У меня там бабушка. Мама не доехала до Ростова и там начала рожать. Показать вам Рона на сейчас. О, павлинка! А вот же пупсик. и воздух сразу в смысле пупсик. В смысле пупсик? пупсик. Пупсик. Сколько марафон стоит? Это последний поток был. Я, скорее всего, буду просто менять потом немного формат марафона и возвращаться к вам уже с другим продуктом. Думаю о снижении цен. Ой, Рон, как некрасиво. Рон, давай этот. Не хами. Ой, надо его стричь срочно. Рончик, ты такой? Фу. Он не особо любит на руках сидеть. Да нет, может. Ау. Если приголубить его. девки. Ой, ой. Рон, блядь. Сука. Натворил делов ты тут, жопа. Алиса утонула. Ладно. Ладно. Здравствуйте. Воздух стой. Ага. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Какой-то поп пришел. А ну-ка. За песочкой там. Красиво. Я люблю такие цветы. Спасибо. Рон, новые цветочки пожевать тебе. Классно? Ах. Ах. пахнут дождем. Классно, Рон. Гипсопилы. Девчонки, спасибо большое. Рон. Ой, упал, блядь. Спасибо, девочки. Все будет по-кайфу. Все, у меня все летит. И я лечу. Рон, убери свой шапок отсюда. Да, Джанетты от Оленьки, сестер твитс, да? решили порадовать меня. Ой. О, Александра. Вот это правильное сообщение. А то есть пишет, не плачь, не плачь. Александр пишет, Оля, плачь. Правильно, плакать надо. Надо выплакивать. Эмоции прокрикивать их. Плакать это надо. Надо плакать иногда. А то у меня в последнее, я иногда в последнее время хочу заплакать, а слез нет, прикиньте. А вот есть, оказывается. Красивые цветы опять в доме. Здорово. Какие планы на завтра? О, завтра у меня сначала я веду воздуха в клинику, и мы будем чистить зубки и попу. Короче, у собак там что-то скапливается что-то в железах, и оно начинает пахнуть. Неприятно. Я, когда я его стригу, я не могу почистить. Потому что это очень воняет. Я на проекте, если вы видели испытание, где мы с Ларисой стригли собаку, я выдавливала ему эти железы, это так вонючее. Поэтому я лучше отведу, чтобы мы это сделали. Не рассталась с Юлией Жуковой? С тобой рассталась, малыш. Оп. до свидания. Блин, девочки, я хочу кушать. У меня ночь. Так, Настя, я сейчас как поем. Сейчас я как поем. Если хочешь есть, лучше выпей водички и ложись спать. А завтра с кайфом проснешься и позавтракаешь. Можно спросить, что в записке? Да, я думаю, что это не секретная информация. Девчонка, не позволяй никому тушить твой внутренний огонек. Мы в тебя верим и сильно любим. Твои Оленька и Жанет. Под наркозом зубки лечить будут. Да. Ну ладно, раз спросите, показайте его. Давай, воздух, твой звездный час. Ё-моё. Сука, он такой у меня. Тебе там денег накидали на чистку зубов. Ты в ахуе? Такой он несуразный. Посмотри. И он пластилиновый. С ним что хочешь, то и делаешь. Хочешь, гладишь. Хочешь, играешься. Ещё я ему иногда надуваю нос. А у нас осталось две минуты. Это моя ляля. ляля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Такой он курдюк маленький. все девочки спасибо большое всем кто пришел ко мне на эфир девчонки спасибо за цветочки люблю безумно вас тут у нас осталось минута 30 пишите мне в директ какой цвет волос все-таки вы хотите но мне видеть что еще хотел сказать все пойду проверю там девочки на скидывали свои фотографии до нам же воздух надо посмотреть на девчонок на их нюцы из марафона но ты кастрированный поэтому делов не будет мы просто оценим фотографии правильные ракурсы освещения и дима обратную связь да и все не дай бог ты свою помаду опять достанешь маму год это естественно все поэтому воздух маши ручкой всем пока девочки люблю обнимаю целую воздух тоже вас будет такое смотрите не гладят его не любят не кормят не поят вот и как котик на столе сидишь кайф ну ладно еще 22 секунды вот так до милуюсь тут посмотрите актер какой как хаски воздух тебя побили все 7 6 5